Добрый день, уважаемые участники вебинара. Добрый день, те слушатели, которые смотрят и слушают нас в записи. Мы начинаем наш вебинар, который называется Директ Академия в сезоне 24-25, онлайн школа для индустрии образования. Я не стал приводить, как всегда, примеры со статистикой, сколько лет мы существуем, сколько уже вебинаров провели. Достаточно большое количество, более 2000 вебинаров мы уже провели за это время. Настоящий наш сезон девятый. Я хотел бы рассказать о том, что нас ждет в будущем, ну и сделать небольшую ретроспективу о том, что было интересного в прошлом, с тем, чтобы вы могли с этим ознакомиться, если вы еще этого не видели. Ну что ж, давайте начнем. Наша Директ Академия – это проект компании Директ Медиа, напоминаю, бренд компании Директ Медиа. Это, с одной стороны, постоянно действующий корпоративный медиаресурс нашей компании, с другой стороны – онлайн школа. Вот так вот мы в двух лицах существуем. Наш адрес, я надеюсь, всем известен. Это Директ Академия.ру. Там наш сайт со всеми анонсами, которые вы можете посмотреть. Ну и небольшая ретроспектива. Она будет касаться ресурсов, которые мы создали за прошлый год по искусственному интеллекту. в результате деятельности Директ Академии. Почему, собственно, я коснулся этой темы? Это самая горячая тема прошлого года и, видимо, этого года тоже, этого сезона тоже. И мы несколько решили перевести в порядок весь наш контент, который мы подготовили, и, так сказать, дать его единым кулаком. Да, вот Татьяна тут дает дополнительную информацию о прямой трансляции, о презентации и так далее. Спасибо за поддержку. Итак, у нас есть плейлист искусственного интеллекта на нашем видеоканале в YouTube. О других видеоканалах чуть попозже поговорим наших. Далее есть отдельный канал, который называется Директ Академия Диалоги. Есть открытый курс «Креативный интеллект», и его учебные ролики появились в открытом доступе. Ну и мы в прошлом году провели коммерческий курс «Применение искусственного интеллекта в работе преподавателя». Пару слов о каждой из этих строк. Плейлист «Искусственный интеллект». Несколько десятков, 27 видео в этом плейлисте мы набрали за два года. Можете ознакомиться с ним. Я говорю о YouTube, не касаясь проблемы его замедления. Мы в самом конце нашего вебинара немножко поговорим об этом. Но я больше на это отвлекаться не буду. Кто хочет посмотреть на YouTube, если вкратце, Кто хочет посмотреть на YouTube, всегда может скачать один из доступных VPN-ов и продолжать пользоваться YouTube почти на прежних условиях. Кто не хочет, мы подготовили дополнительные видеоканалы в других соцсетях. Они пока не настолько хорошо наполнены, как YouTube, но мы потихоньку будем переносить туда все, что у нас есть. А пока мы переносим туда... Точнее, пока мы все актуальные записи, которые возникают вновь, кладем в наши три канала. На YouTube, во Вконтакте и в Телеграме. Итак, плейлист «Искусственный интеллект». Да, спасибо. Плейлист «Искусственный интеллект» содержит 27 записей, и они будут пополняться, потому что в этом сезоне у нас тоже явно... Уже, кстати, несколько курсов... Несколько, прошу прощения, несколько вебинаров прошло. Надо их поместить в этот плейлист. Уже, наверное, около 30 будет. Отдельный канал, который ведет наш коллега из Директ-Медиа Вадим Курпаков, называется «Директ-Академия диалоги». И в нем хранятся записи некоторых наших вебинаров, которые проходили по схеме встреч. Когда был не один спикер, а была встреча с вопросами и ответами, или круглый стол из нескольких спикеров. Видеоканал небольшой по количеству участников, но интересный. Так что его тоже, пожалуйста, посетите. Это интересно. Дальше. Большая наша работа прошлого года – это открытый курс под названием «Креативный интеллект. Школа работы с нейросетями». Это курс, который был нами сделан по гранту Фонда поддержки культурных инициатив Государственного фонда. И мне кажется, мы с этой работой справились здорово. Мы получили замечательные отклики от участников курса. Участниками курса были около 50 человек. Из них 35 были активными слушателями, остальными – вольными слушателями. Почти все прекрасно закончили этот курс. И у нас на этот курс большие перспективы на будущее. Мы хотим запускать его, и это разрешено грантом. Теперь в коммерческом виде. Мы каждый раз будем серьезно менять его структуру и состав. Просто потому что это такая горячая тема, которая каждые полгода устаревает достаточно серьезно. И, видимо, этот курс мы еще раз запустим в декабре. Тем не менее, записи вебинаров этого курса, а также видеоролики, сделанные на основе этих записей, доступны. Вот, пожалуйста, по вот этой вот ссылке можете перейти и ознакомиться с ними. Вот, они в открытом доступе. Ну, как вы понимаете, прелесть курса заключается не в том, чтобы посмотреть записи вебинаров, а в том, чтобы поучаствовать в работе, задавать вопросы преподавателям. А у этого курса два преподавателя было. Ну, я думаю, останется Анастасия Пахарукова и Сергей Павлов. Вот, ну и записи сами по себе являются интересным материалом, поэтому можете смотреть, получать удовольствие и совершенствоваться в этой области. Да, ну вот, плейлист на, плейлист записей вебинаров вот здесь, а непосредственно по предыдущей ссылке, которая была вот здесь, да, вы можете ознакомиться. Сейчас там уже выложены плейлисты с видеороликами, которые я сделал на основе записей вебинаров. Ну, это такая более компактная информация, скажем так, примерно. В большей степени учебная. Прекрасный курс, который у нас прошел в марте-апреле прошлого года, это курс применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. И вот, как вы видите по дате на скриншоте, мы этот курс повторяем в конце сентября. Так что самое время записаться тем, кто этой темой интересуется. Он, этот курс, несмотря на то, что перекликается с предыдущим курсом, с ним не конкурирует, потому что это совершенно разные курсы с двумя разными концепциями. В чем они пересекаются? Это в том, что и тот, и другой курс рассказывает об инструментах искусственного интеллекта и их применении. Кому интересно перейти по QR-коду, тоже может это сделать. Об этом курсе я чуть-чуть позже расскажу, когда мы перейдем уже к текущим событиям Директ Академии. Ну и, наконец, 21 июня компания Директ Медиа и Директ Академия совместно с компанией Гиперметод и библиотекой имени Железного провели конференцию под названием «Искусственный интеллект в обучении». Только практика. На мой взгляд, это была очная конференция, хотя и онлайн трансляция тоже велась. Была прекрасная однодневная конференция. Мы успели очень многое, пригласили очень разных слушателей, начиная от представителей вендоров наших, компания «Антиплагиат», которая рассказала о своих технологиях поиска, заимствований, созданных искусственным интеллектом. И наших коллег из-за рубежа с опытом разработки в области искусственного интеллекта. Также, так и наших преподавателей, которые ведут курсы по искусственному интеллекту, различного рода разработчиков, представителей компаний, которые начали использовать искусственный интеллект в своей работе и в своих продуктах для системы образования. Ну, в общем, было очень интересно. С записями вы можете познакомиться по вот этой вот ссылке. Причем у нас там все порезано на кусочки, поэтому можете посмотреть не только всю запись конференции большую, но и непосредственно какой-то конкретный доклад, если он вас заинтересует. Ну, с ретроспективой разобрались. Давайте перейдем к нашему нынешнему сезону. Начнем с курсов. У нас более-менее понятное расписание наших курсов до начала 2025 года. На самом деле у нас понятная линейка курсов до конца сезона, кроме тех, которые мы еще готовим и которые еще мы не можем представить. Да, но вот до конца нашего года курсы не только уже в нашем расписании, но на них уже возможно и записаться. Поэтому я их немножко выделяю в отдельный пол. Что же это за курсы? Первый курс, об этом мы уже говорили, это курс, который впервые у нас прошел весной, и запускаем мы его во второй раз. Это курс Сергея Пехтовникова «Применение искусственного интеллекта в работе преподавателя». Весной это был курс, на котором было максимальное количество участников за всю историю нашей Директ-Академии. То есть это курс, который сразу вошел в топ наших курсов. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Курс, кстати, существенно переработан по сравнению с полугодовой давностью. Ну, таковы реалии, потому что один из участников нашей конференции по искусственному интеллекту предварил свою презентацию слайдом, на котором написано, что все, что я сейчас говорю, через полтора года будет неактуально. Вот, ну, тут вот прошло полгода, и часть курса уже поменялась, поэтому переходите, посмотрите программу, она существенно обновлена, и, наверное, даже те, кто на этот курс приходил, получат много нового, если пройдут его еще раз. Кто не проходил, пожалуйста, смотрите, это один из наших лучших курсов. О будущем этого курса мы еще с вами поговорим в соответствующем разделе сегодняшнего вебинара. А наш традиционный, хотя и не так часто запускаемый курс, «Академический конференц-менеджмент», ведет наша постоянная автор, профессор Татьяна Артемьева. Курс так и называется «Академический конференц-менеджмент», «Организовать научную конференцию, конгресс, семинар, воркшоп». Ну, как человек, который уже несколько раз организовывал конференции, я понимаю, насколько важно получить первоначальные некоторые представления о том, как это делается. Я помню, как я впервые это делал и как не мог найти ответы на многие вопросы. Вот поэтому курс крайне важный, особенно тем, кто занимается данной деятельностью в рамках ваших образовательных организаций. Приходите, курс точно состоится. Мы уже набрали минимальное количество людей. Так что присоединяйтесь, будет интересно. Я не комментирую, наверное, и так понятно, что по вот этим ссылкам, ссылки доступны, если вы скачаете презентацию, там будут кликабельные ссылки, и по ним вы сможете перейти. На самом вебинаре, да, в течение самого вебинара, вот эти ссылки, они не кликабельными. Ну, делать на каждом слайде QR-код я что-то не захотел, так что лучше скачивайте презентацию и переходите по этим ссылкам. Так вот, по этим ссылкам вы можете подробно познакомиться с курсом, как с его программой, так и с описанием курса. И, надеюсь, у нас очень подробное описание, поэтому вы сможете получить полное представление об этом курсе. Если же нет, в конце каждого лендинга курса у нас есть форма, в которой вы можете задать вопрос автору. Уже наш достаточно известный и часто проходящий курс «Основы учебной презентации. Инструменты методики дизайн», который ведет Анастасия Пахарукова. Курс, неизменно пользующийся успехом. Ну, просто, наверное, потому, что презентация является простейшим, но очень важным инструментом ведения учебной деятельности в настоящее время. Наверное, не менее важным, чем когда-то была доска «Имел». Особенно важный в области гуманитарных дисциплин, но также и в области, естественно, научных применяется вполне. Я не знаю преподавателя вуза, который сейчас не использует презентации, но когда видишь текущую презентацию какого-нибудь текущего преподавателя, среднего, то чаще всего хочется плакать, потому что все сделано не по правилам. Громадные тексты мелким шрифтом, иллюстрации не в попад, плохого качества и так далее. Как этого избежать, как делать презентации, которые хорошо смотрятся и вашими студентами, и если вы их будете использовать на конференциях. Вот это, пожалуйста, к Анастасии на ее курс основы учебной презентации. Курс пройдет уже скоро, 5 октября. Запись уже началась, прием уже начался, люди уже записываются. В общем, наш традиционный курс, который называется так, «Академически обильно. Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат». Это наш совместный курс с компанией «Антиплагиат». То есть, это знание прямо от вендора, от первоисточника. Курс неизменно пользуется большой популярностью. Через него у нас уже прошли сотни, наверное, слушателей. Ну, такие, не одна-две сотни уже. Да, наверное, возможно, уже к пяти сотням слушателей приближается общий объем людей, которые прошел через этот курс. Запускаем мы этот курс традиционно в конце октября. Два раза в год мы этот курс запускаем. Вот это осенний запуск. 29 декабря начнется этот курс. Курс ведут традиционно три преподавателя. Ольга Беленькая, Ирина Стрелкова и Ольга Филиппова. И Ольга Филиппова в начале октября проведет промо-вебинар по этому курсу. С программой можете ознакомиться. Программа постоянно совершенствуется от запуска к запуску. Так что можете с ней ознакомиться и приходить на курс. Курс, который также у нас проходит достаточно часто, это курс технологии подготовки успешной диссертации. Курс для соискателей, аспирантов, докторантов. Для всех тех, кто хочет защитить диссертацию, но у кого есть некие технические проблемы. Технические или организационные проблемы. Вот с этими проблемами поможет справиться Наталья Логачева. Этот курс запускается, страшно сказать, 13-й раз. Это, наверное, первый курс или один из первых курсов, который был запущен у нас в Директ Академии. И то, что он до сих пор запускается, говорит о том, что он постоянно пользуется успехом. Пожалуйста, приходите. Те, для кого это актуально. Следующий курс, курс Марина Орешко. Информационные технологии в библиотеке класса аудитории. Курс для преподавателей-библиотекарей в основном и учителей. С азами работы с контентом. Курс, как бы это лучше сказать, инструментальный. То есть посвящен большому количеству инструментов. Причем к положительным чертам этого курса я бы отнес то, что на каждом вебинаре курса состоит из двух частей. Первое – это широкий обзор инструментов. И второе – это глубокое ознакомление с одним или двумя инструментами из состава тех, которые вошли в обзор. За время существования этого курса его состав сменился, наверное, уже несколько раз полностью. Поскольку инструменты растут, некоторые инструменты выпадают, некоторые инструменты новые прекрасные появляются, что-то становится платным и выпадает из курса, что-то наоборот появляется или становится бесплатным. Таким образом, каждый год у нас есть основания этот курс снова провести с новым составом. Я надеюсь, и в этом году Марина откорректирует этот курс под актуальное состояние инструментария для библиотекаря, преподавателя и учителя. А работа с контентом, я могу сказать по своему опыту, это 50% успеха в нашей деятельности. Курс «Педагогический дизайн», который ведет Ирина Юрочкина. Запускаем мы его второй раз. Курс начнется в самом начале декабря и до конца декабря кончится. То есть мы не будем переносить окончание этого курса на другой за Новый год. Компактно его проведем в течение декабря. Педагогический дизайн, педагогический дизайнер, instructional design, как это звучит по-английски. Слово дизайнер здесь надо понимать скорее в английском смысле этого слова. То есть творец, создатель, а не дизайнер в смысле дизайна. То есть это человек, который может сконструировать учебный продукт от начала и до конца. То есть от задумки до выпуска его в оборот и в коммерческий оборот. Вот этому и посвящен курс. Курс очень важен для большой категории сотрудников учебных заведений. А также для тех, кто хочет развивать свой личный педагогический бренд. Выходить со своими продуктами, образовательными продуктами на рынок. Вот поэтому я прошу вас обратить внимание на этот курс. Ну и давайте поговорим о курсах в 25 году. Практически нет сомнения, что эти курсы появятся в нашей линейке. Но я пока не даю ссылок на эти курсы, потому что скорее всего поменяются программы, поменяются цены. К сожалению, да, все мы знаем, что инфляция в последние два года составляет двузначные суммы. Это курсы, которые нами уже опробированы. Разработка игровых и обучающих квестов Анастасии Пахаруковой. Библиография для небиблиографов Татьяны Телегиной, моего ближайшего помощника и модератора Директ-Академии. Мультимедийная студия в кармане Сергея Павлова. Практика научной коммуникации Татьяны Артемьевой. Еще раз повторим два курса в марте-апреле. Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в антиплагиате. И технологии подготовки успешной диссертации. Эти курсы у нас проводятся раз в полгода. Публичные выступления от А до Я для преподавателей, учителей и аспирантов. Это курс Марины Эрштейн, впервые прошедший в мае и июне. Ну и тоже наш традиционный курс, как создать электронный учебный курс на платформе Moodle. Вот это то, что с долей вероятности близкой к 100 будет проведено. Я хотел бы еще познакомить вас с проектами наших курсов, которые пока даны штрихпунктирные. Может быть их названия будут меняться. Это уже упомянутые применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Это весенний курс, и у нас есть уже мысли сделать этот курс не 72-часовым, а 144-часовым. Потому что очень много материала, и не вмещается он уже в наш стандартный размер 72 часа. Поэтому я его тут привел как проект курса. Курс «Цифровая гуманистика. Книжный клуб для преподавателей». Это задумка курса Марины Эрштейн, которая хочет на основе своего университетского курса по зарубежной литературе сделать курс для преподавателей гуманитарных направлений, показав, как это может использоваться в их преподавательской деятельности. Курс «Креативный интеллект», о котором я говорил, но который мы пока еще не представлены, он, скорее всего, пройдет еще в 2024 году. Мы его пока не включили в наше расписание, но он будет почти со стопроцентной уверенностью. Нам надо его немножко подправить, потому что требования гранта были несколько иными, чем коммерческие требования. Но он у нас обязательно появится. Дальше вот такая вот интересная задумка от Сергея Павлова. Представительство образовательной организации в ВКонтакте и в Телеграме. Как правильно создать и вести страницу образовательной организации. Есть такой опыт анализа и, если угодно, аттестации. Хотя, нет, наверное, не аттестации, а просто просмотра образовательных ресурсов в наших социальных сетях. И, как правило, странички образовательных организаций достаточно плохи по сравнению с коммерческими организациями, которые более шустры, что ли, в усвоении этих технологий. А вот, Сергей, возможно, мы с ним создадим курс, который будет восполнять этот пробел. Еще один текст от нашего старого автора, который давно у нас не появлялся. Прошу прощения, я не все помню. Ольги Гаврилиной. Вот. Курс, который... Это все не на названия. Это такие названия, которые могут измениться. Наставничество в создании текстов, как помочь школьникам, студентам и аспирантам в написании сочинений, ВКР и диссертации. То есть, это не для школьников, студентов и аспирантов, а для тех, кто хочет им помочь. Да, то есть, для преподавателей, для учителей и преподавателей вузов. Вот. И еще один курс, я тут забыл написать, вот вспомнил буквально уже после того, как презентация была создана и загружена. Это курс Анастасии Пахаруковой, который мы примерно пока называем инструменты онлайн-обучения, продвинутый уровень. Впервые мы хотим создать курс для такой немножко элитный. То есть, курс не начального уровня, не для широкой аудитории, а для аудитории, которая уже является более-менее продвинутой в области создания учебного контента. Это курс, на котором мы не рассчитываем набрать много людей, но который будет стоить, наверное, дороже, чем основные курсы наши. По той причине, что... Именно по той причине, что он будет немассовый. Мы его планируем на весну. Вот. У Анастасии давно есть большие задумки, которые я постоянно сдерживал тем, что говорил, что это не продастся, потому что основной нашей массе слушателей это не надо, это рано. Они не доросли до этого и так далее. А вот этот все-таки я решил, что надо попробовать этот курс сделать, пусть для небольшого количества, но серьезный. Вот. Ну и последняя строка. Посмотрите, есть ли у вас идеи. Приходите к нам со своими идеями, рассмотрим. Если эти идеи покажутся нам коммерчески разумными, мы вполне можем с вами запустить курс. Запустить курс и ваш тоже. Теперь несколько слов про наши вебинары. Расскажу вам большими кусками. Про каждый вебинар, разумеется, не буду рассказывать. Прежде всего, это трек вебинаров от нашей компании, от Директ Академии. Это наши, так сказать, продуктовые вебинары, на которых мы рассказываем о наших продуктах, об университетской библиотеке онлайн, о каких-то других продуктах. Это и некоторые такие стратегические вебинары, которые ведет наш генеральный директор Константин Игоревич Костюк. Ну и некоторые другие могут быть вебинары проблемные. Вот, например, вебинар, который будет вести совсем скоро Артем Захватаев. Проблемы синтеза русской речи и их решения от компании Директ Медиа. Это пока не продукт, но мы над этим работаем. И с успехами нашими в этой области Артем хотел бы вас ознакомить. Этот вебинар также можно рассматривать вебинаром по применению искусственного интеллекта. Так что, кто интересуется, приходите непосредственно на этот вебинар. Как вы видите, я даю здесь ссылки на один из вебинаров трека, потому что в течение года будет много разных вебинаров. Они пока не определены, разумеется, все. Ну и давайте к другим трекам перейдем. Трек пока не определен, к сожалению, хотя уже время прошло. Но будет в ближайшее время, я надеюсь, определен. Трек Татьяны Дмитриевны Жуковой, президента Ассоциации школьных библиотек или русского мира, вице-президент Лиги образования и так далее, и так далее. То есть весьма титулованный спикер, который у нас неоднократно появлялась уже. Вот у нее есть проект, который называется «Читающая школа». И в этом треке будет выступать как она, так и приглашенные ею спикеры. Это хорошо согласуется с направлением деятельности нашей компании, поэтому этот трек мы с удовольствием проводим. Ссылки пока не провожу, потому что нет даже названия первого вебинара. Но имейте в виду, что вот такой трек у нас в ближайшее время будет реализован. Трек вебинаров по библиографии, который традиционно ведет Татьяна Телегина. Ну и второй вебинар в этом, один уже прошел. Второй вебинар в этом треке, который называется «Библиографические ГОСТы для оформления списков литературы и ссылок». В этом году, как и в прошлых годах, этот трек будет у нас проходить. Это будет примерно по два вебинара в каждый месяц, кроме того месяца, в котором Татьяна будет вести свой курс. На мой взгляд, это одно из направлений, которые мы всегда поддерживаем, поскольку среди наших слушателей Директ Академии много работников библиотек, а также много работников учебных учреждений, которые так или иначе нуждаются в знаниях по библиографии. Так что приходите. Трек вебинаров от вендоров программного обеспечения для образовательной и издательской деятельности. Прошу прощения, лишний пробел в заголовке. Мы периодически приглашаем наших коллег из коммерческой области коммерции, которые работают для обеспечения образовательной деятельности, создают какие-то продукты. Ну и вот одно из таких выступлений состоится 26 сентября. Михаил Сафонов, генеральный директор компании «Эдиториум». Развитие научно-издательской деятельности вузов стандартной наукометрии рейтинги. «Приходите» — это трек, который у нас, вы знаете, наиболее вариативный. Тут могут приходить совершенно разные люди, и продукты могут быть совершенно разные. Мы редко повторяемся. То есть, как правило, один человек приходит за сезон. Ну и иногда, может быть, по два прихода и так далее. К этому же треку принадлежат и вебинары, которые проводит компания «Антиплагиат». Как правило, перед их курсом проходят эти вебинары. Часто к нам приходят наши друзья из компании «Гиперметод», которые работают тоже на Ниве образовательной деятельности. Ну и мы будем приглашать людей, которые могут быть интересны нашему кругу целевой аудитории. Трек промо-вебинаров по курсам. Я напоминаю, что перед каждым курсом, а курсов у нас проходит несколько десятков за сезон, ну, около 20 как минимум, мы проводим один, а то и несколько вебинаров. Эти вебинары не являются чисто продающими вебинарами. Это всегда вебинары, которые должны иметь собственное значение и собственный интерес для наших слушателей. Один из таких вебинаров пройдет скоро, 16 числа. Ирина Юрочкина, я ее уже объявлял в самом начале. Вот на него ссылка. Все эти вебинары мы объединяем вот такой трек промо-вебинаров. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это о реорганизации наших видеоканалов. Это в некотором смысле организационный вопрос, но, тем не менее, достаточно важный. Все мы знаем, что произошло в конце лета. Это так называемое замедление Ютьюба. Это не очень приятное для нас явление, хотя оно вызвано политическими событиями. Лично мне оно совершенно не нравится. Я уже давно и с интересом слежу за разными просветительскими каналами на русском и на других языках в Ютьюбе. Хотел бы отметить, что тот удар, который нанесен по просветительской деятельности, он, наверное, никто из политических деятелей об этом, наверное, не думал, когда замедлял Ютьюб. Ну, да бог с ними. Кто-нибудь. Если бы кто-то замедлил их, было бы, наверное, лучше. Но что есть, то есть. Канал Ютьюб, который содержит у нас более 17 тысяч подписчиков, продолжает свою деятельность. И те, кто может смотреть Ютьюб, смотрите Ютьюб. Однако мы подготовили для вас, не хочу сказать замены, а альтернативы. Первый из них – это канал ВКонтакте. Вот он. Он пока еще не такой продвинутый, и не столько людей на нем смотрят наши ролики. В ВКонтакте можно в некотором смысле воссоздать канал на Ютьюбе. То есть это, конечно, такое решение для бедных, но тем не менее там есть и плейлисты, и описание роликов. Нет, конечно, никакого рекомендательного рекомендательности, подбора, продвинутой структуры и так далее. Но тем не менее. Вот, тем не менее, мы уже сформировали там несколько плейлистов, в том числе плейлист наших текущих вебинаров 24-25 года. И если вы интересуетесь исключительно тем, чтобы найти запись нашего вебинара, то во ВКонтакте вы это можете сделать почти с той же… почти так же успешно, как и на Ютьюбе. Вот. Так что вот запишите, пожалуйста, себе вот этот вот в закладке вот этот адрес. Ну и… Ой, прошу прощения. Ну и видеоканал в Телеграме, для тех, кто любит Телеграм. Там, к сожалению, такой продвинутый видеоканал, как сделать, мне пока не совсем понятно. Однако у нас там организован канал, на котором можно разместить записи. Они туда кладутся подряд. Там никаких плейлистов, насколько я знаю, сделать там нельзя. Ну, поиском найти все можно. И самое главное, можно каждому выложенному ролику сделать какой-то комментарий. Ну, делаются они как… Немножко не так, как ВКонтакте и в Ютьюбе. Специальный чат организуется к каналу, и вот в нем можно делать свои пометки по тому, что хотите сказать по поводу видеоролика. Вот. Ну, наверное, на этом я мог бы завершить. Про Директ Академию я мог бы говорить еще долго, но, наверное, это не имеет смысла большого. С основными нашими задумками я вас познакомил. На самом деле есть еще несколько задумок, но они настолько сырые, что я не хотел бы обещать то, чего не будет. Вот. Ну, в частности, есть идея приглашать к нам на канал некоторых ютьюбовских звезд, связанных с просветительской деятельностью. Как это получится у нас по финансам, пока не совсем понятно, но задумка такая есть, и, возможно, мы ее будем каким-то образом реализовывать. Вот. Если вам нравится Директ Академия, пожалуйста, знакомьте с этой информацией тех людей, которые могут ею заинтересоваться. Мы также будем признательны, если вы в пределах своей организации будете производить перепосты наших рассылок с вебинарами. Нам нужна свежая кровь, свежие люди, которые бы к нам приходили и пополняли бы число пользователей Директ Академии. Ну, на этом, наверное, у меня все. Спасибо вам большое. Я рад, что кто-то пришел и слушал нас. Если есть какие-то вопросы, самое главное, если есть какие-то идеи, обращайтесь ко мне или к Татьяне с этими идеями в любой соцсети или по электронной почте. Да, чтобы обратиться, наверное, надо высветить последние. Вот. Можете воспользоваться, в частности, моим аккаунтом в ВКонтакте, либо моим электронным адресом. Можете и позвонить, но лучше, конечно, написать. Вот. Я надеюсь, что у вас есть какие-то собственные идеи, и тогда мы с вами сможем поработать. Ну, что ж. Спасибо. Наш сезон начался. Я надеюсь, что вы будете его активными участниками. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. До новых встреч в Директ-Академии.